Во многих местах начался год памяти победы в Великой Отечественной войне, 75-е годовщина. У нас будет, мы будем отмечать ее 9 мая в следующем году. И, наверное, в новостях дети тоже, наверное, слышали, взрослые-то точно на это внимание обращают, что Москва уже салютует в этом году, уже начали отмечать даты освобождения городов и взятия, соответственно. Ну, будем говорить сегодня о этой части территории, территория Восточной Пруссии. Это провинция Германии была на тот момент, на момент Великой Отечественной войны, которые происходили здесь. Все по порядку, давайте начнем. Выезжаем с вами мы из города Советска. Это город родной для вас? Или вы когда-то приехали сюда? Кто-то здесь родился, кто-то родился, да? Вот, смотрите, я вам скажу сейчас, что официально 4 поколения уже россиян на этой территории родилось. 4-е поколение уже родилось, 75 лет. Как эта часть Восточной Пруссии бывшая входит, вошла в состав Советского Союза, а потом уже как преемница в Российской Федерации. До этого эту территорию населяли прусские племена. Это было давно. Вы, наверное, все слышали, что и сейчас многие туристы приезжающие, и вообще мы слышим старое название этого города Тильзит, да? Советский Тильзит. Во многих случаях неразрывно связывают советское, говорят, Тильзит. Это тоже особенность нашей Калининградской области. Самая молодая область в Российской Федерации. До недавнего времени мы говорили, что это и самый молодой субъект Российской Федерации, а сейчас это не так. Молодежь подскажет мне, самый молодой субъект Российской Федерации сейчас кто? Новый. Какой? Крым. Да. Новая земля. Крым. Крым совсем недавно вошел в состав Российской Федерации. Самый старый. Ну да, теперь можно сказать, что это самый молодой субъект Российской Федерации. Город Тильзит является Советск, бывший Тильзит является северными воротами Калининградской области Мы с вами здесь проживаем, и все с вами знаем, что у нас есть пограничный переход, международный автомобильный пункт пропуска Все это у нас есть, северные ворота, туристы, приезжающие в Калининградскую область, часто попадают именно через вот эти ворота города Сам город наш имеет многовековую историю, вы тоже, наверное, с этим сталкиваетесь, так как мы из него выезжаем, не можем не говорить об этой истории тоже Места здесь когда-то населяли прусские племена, потом пришли сюда рыцари Тевтонского ордена на 7 веков С 13 века по 20 век здесь проживали немцы, звучала немецкая речь И в 45 году все поменялось кардинально Теперь мы с вами не говорим здесь, не слышим немецкую речь, только как туристическую Здесь другая культура, другая история Ну а сам город Советский, город Телезит Городские права получил в 1552 году, это середина 16 века Это было достаточно давно и город у нас достаточно древний Начинался он, как и все города, большинство населенных пунктов этой земли Замка Теперь мы с вами только можем предположить и знать, где стоял замок, самого замка нет Но замок не пострадал во время войны, как было бы считать, что все здесь разбомбили наши войска, все разрушили, нет Замок был построен в камне в 1410 году, до этого в 1289 году был построен деревянный, потом в камне был перестроен каменный замок И в 1805 году он был передан уже в частные руки, а потом со временем город сам разрастался Одно время в этом замке находилось и казино, какое-то время тюремные камеры для заключенных находились До 1868 года в том году было бы построено здание окружного суда Это наш с вами ДКЦБЗ, откуда мы с вами отъезжали Когда-то там была тюрьма и это было в 1868 году окраиной города То есть ничего не было за этим зданием, были поля Город расширялся, развивался И историки говорят, что замок, сами жители, он горел несколько раз, то есть сами разобрали потом уже на кирпиче и из него уже выстраивали другие здания Вот такая история у замка Тильзи Мировую известность и славу нашему городу, конечно, принесло событие, которое происходило в 1807 году Наверняка все слышали подписание Тильзицкого мирного договора Сохранилось здание, в котором квартировал Александр I, наш русский император То здание, в котором квартировал император Франция Наполеон по адресу Deutsche Strasse 24, это современная улица Гагарина, оно не сохранилось И вот эти уже события связаны с Великой Отечественной войной Наши войска, 2-й Белорусский фронт, шли со стороны Литвы и вышли на берег реки Неман в октябре 1944 года Мост королевы Луизы был взорван 18 октября 1944 года войсками вермахта Они сами взорвали мост, взорвали вот так, чтобы сохранить портал королевы Луизы, который мы с вами видим Въездные ворота на мост сохранились Почему мост взорвали? Для того, чтобы наши войска не смогли пройти в город Естественно, это была необходимость Наши войска выстроились на противоположном берегу реки Неманы И до 20 января 1945 года, до октябрь, ноябрь, декабрь, январь, три месяца Обстреливали город с той стороны, им нужно было расчищать на себе дорогу И они ждали, когда река замерзнет, чтобы можно было по реке атаковать уже город, брать город Надо сказать, что земля, вот эта Восточная Бруссия, была очень сильно укреплена И очень тяжело было нашим войскам Мы сейчас с вами путь из советско-современного до Калининграда проделываем 120 км за 2 часа максимум А нашим войскам потребовалось, смотрите, сколько времени 20 января в 1945 году был взят город Тильзит И только 6 апреля начался штурм Кёнигсберга Февраль, март, апрель, три месяца почти Нашим войскам потребовался такой срок для того, чтобы пройти вот это небольшое, казалось бы, для нас сегодня расстояние Земля была очень сильно укреплена Штурм Кёнигсберга начался в ночь с 19 на 20, да, 20 к вечеру уже был взят Соседний город Славск современный, бывший Ханрихсвальд Он сдался без боя, они вошли, наши войска туда просто вошли и тоже 20 января взяли этот город Это было самое практически начало взятия вот этой вот территории Восточной Пруссии Такие события У нас мы с вами знаем военно-мемориальный комплекс танк, да, который в 1948 году было принято решение Все многочисленные захоронения, которые были по городу Это было свыше 300 индивидуальных захоронений, 98 братских могил Было принято решение все в одном месте захоронить Сделать единый военно-мемориальный комплекс В городе он был открыт в 1948 году По проекту Николая Платоныча Рябова это было сделано И совсем недавно, к 70-летию, была реконструкция нашего военно-мемориального комплекса Теперь мы с вами видим то место, естественно, ежегодно Подаем дать памяти 9 мая 22 июня, который считается для нашей страны 22 июня Это начало Великой Отечественной войны Но мы с вами все знаем историю и помним, что Вторая мировая война началась в 1939 году 1 сентября с нападения Германии на Польшу Мы с вами будем еще об этом сегодня говорить, потому что как раз концлагерь На место которого мы с вами сегодня будем возлагать Тоже дадим дать памяти Это как раз концлагерь, в котором содержались сначала польские заключенные Как раз верхушка администрации и многие директора разных фирм, которые работали на территории Германии Их арестовывали и направляли вот в этот концентрационный лагерь Ну а если мы с вами от этих тем чуть-чуть отвлечемся и вспомним о том, какая у нас с вами Калининградская область Она особенно, я уже сказала, мы с вами вспомнили с ребятами, уже с молодежью Что она, она самая молодая из областей, самая маленькая Она в 95 раз больше по площади ее самая большая область Кто-нибудь знает, какая область у нас самая большая в России? Тюменская Да, сейчас вы знаете, Тюменская область В 95 раз по площади больше Калининградской Нам с вами нужно 2,5 примерно, ну максимум 3 часа, чтобы проехать Калининградскую область Ну или с севера на юг, или с запада на восток А для того, чтобы Тюменскую область пересечь, нам потребовалось бы 2 суток Представляете, у нас какая-либо огромная страна Мы самая западная Калининградская область, это мы с вами знаем Проживая здесь, мы также знаем с вами, что она у нас не имеет общей свободной границы с Российской Федерацией Поэтому мы, если едем в Москву или в Петербург, или еще в какие-то другие города нашей большой необъятной Родины То мы говорим с вами, что поедем, надо в Россию полетим Или поедем в Россию Для того, чтобы нам попасть туда, нам нужны либо загранпаспорта, если мы хотим это сделать наземным транспортом Ну либо только самолетом, или морем Море у нас с вами Балтийское Самое молодое Ученые говорят, что ему 12 тысяч лет всего До этого это было озеро Оно, правда, за свою историю несколько раз переходило в море Сливалось с Атлантическим океаном Но последний раз, когда оно образовалось в море, это было 12 тысяч лет назад Такое по историческим меркам, ученые говорят, совсем недавно Ужская коса образовалась 7 тысяч лет назад, еще моложе И вообще из островов Оказывается, были цепь островов, так меняется наша Балтика Ученые говорят, что она постепенно, вот за годом, чуть-чуть, по сантиметрику отвоевывает сушу Опять Ну, посмотрим Как это будет Самое Самое известное, что наш край, чем наш край дорожит То, что мы, с вами, еще прусы этим дорожили И тогда существовал янтарный торговый путь Давно-давно Еще 10-13 век Это янтарь, конечно Торговля янтарем была еще тогда У нас с вами 90% янтаря сосредоточено на территории Калининградской области Единственный в мире комбинат Полного цикла Добычи, переработки янтаря и изделий Из них тоже делают у нас на комбинате Такого в мире больше нигде нет Вот этим наша область такая маленькая Уникальна Ну, все, что мы с вами видим Холмы Все это достояние последнего Валдайского ледника, который здесь проходил Холмы особенно видны нам сейчас перед поселком, который мы называем Новополхозное Когда-то назывался Аргень-Брюк этот поселок По названию Речушки Так ее называли местные жители Еще те, которые здесь проживали немцы Потому что она затапливала блестящие дома Весной и осенью Мы знаем, у нас Славский и Балетский район Такие достаточно экстремальные территории Смотрите, кирха, которая сейчас стала православной церковью С левой стороны будет от вас Это начало 20-го века Это кирха Христа Когда-то была сейчас Храм Кода Господня в Иерусалим Пока не открыт для посещения Но передан несколько лет назад Русской православной церкви Приводится в порядок Совсем недавно на крыше у него росли еще деревья Сейчас уже, слава Богу, мы этого не видим Это приятно видеть, когда все это поднимается Эта кирха засветилась в фильме про войну Вы, наверное, смотрели фильм «Отец солдата» Смотрели? «Мост королевы Луизы» Помним там, да? Это такое яркое то, что запоминается нам, жителям Советского Потому что это как наша достопримечательность И кирха это засветилось там же Там есть такой сюжет, где на виноградные поля танки заходят И вот там где-то в стороне мелькает кирха Это вот эта вот территория Которая вот здесь вот фильм снимали Мне рассказывала жительница Советска, которая была ребенком Маленькой девочкой Я когда говорила, что в Восточной Бруссии Жительница Германии Тут выращивали виноград И собирали, и делали вино Заботы свои были по винной изготовлению сыра Варенью, там масло, варенью пиво свое делали Хмель выращивали, все выращивали Она говорит, неправда Ну я ссылка на фильмы Она говорит, неправда Я видела, как фильм снимали Кленовые листочки привязывали к кустарнику Это говорит о чем? О том, что мы-то не возделываем здесь виноград А они-то возделывали виноград, прежние жители И для того, чтобы передать колорит вот этой местности Они пытались воссоздать вот эти виноградные поля Которые здесь были засажены Представляете, какой вот такой вот момент Ну вот, такое есть Вообще много очень фильмов снималось после войны На этой земле именно Почему? Потому что замки, крепости Вот эти все, которые сохранялись Они конечно были в таком виде руин Сейчас они в большей степени разрушены Мы с вами рядом знаем, что у нас есть город Неман И замок Рогнит Руины этого замка, стены Его засветились в фильме «Я русский солдат» Там взрыв замковой стены в фильме Занял буквально там 2-3 секунды А когда, говорят, взрывали Там работала съемочная группа Мосфильма После этого взрыва была утеряна Внутренняя стена полностью Замковая Но тогда нам нужны были декорации Хотя я шучу и говорю, что у нас есть такие улицы в городе И такие здания, где декорации особенно-то и не нужно Сколько, два года назад или в прошлом году Снимали дорогу на Париж и Советский На улице Невского На улице Ломоносова На пересечении, где стоит здание В котором когда-то проживал Армин Мюллерштайд Есть такие у нас еще моменты Как раз мы можем себе представить, как это было После войны С правой стороны, вот видите, куполамика справа и крест Поклонный крест белый, вот его верхушка только видна Это самый большой крест в России, 25 метров его высота Это Славский монастырь, женский монастырь Имени Святой Елизаветы С 2000-х годов он здесь развивается В 2000 году было заложено Первый фундамент здания Очень много храмов на его территории Очень красивая территория сама по себе И матушка делает все для того, чтобы Развивать и приобщать православное вере Мы с вами проезжали кирку в Новокопозном И встречаем путешествия по Калининградской области Не костелы в большинстве своем, а встречаем кирхи Казалось бы, немцы жили на этой территории, да? Но не костелы Оказывается, рыцари приходят на эту территорию в 13 веке С мыслью покорить русов язычников Они верили во множество бобов Их благословил в 1226 году Папа Римский Немецкий орден Техтонский Полное название Орден Госпиталя Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме Он возник в 1191 году в Иерусалиме Как немецкий орден И самое главное, его девизом главным было Лечить, помогать и защищать Потому что они создавали госпитали для раненых В крестовом походе В то время Третьих крестовых походов Это было время, когда европейские рыцари Снаряжали свои войска Шли на мусульманские земли И хотели обратить неверных мусульман В свою правильную христианскую веру Чем это закончилось, мы с вами видим Ничего у них не получилось Да, рыцари Техтонского ордена вернулись в Европу Хотели там создать свое государство Но все территории уже были поделены Было зарождение уже и Франции, и Германии Мы как государство отдельно Поэтому и взоры сюда и упали На территории, которые занимали прусские времена Огромная территория, надо сказать Та часть, которая досталась Советскому Союзу Это одна треть Восточной Пруссии Две трети Восточной Пруссии Переданы Польской Республике были То есть наша вот эта вот часть Небольшая Калининградская область Это всего одна треть Представляете, огромная территория Где-то на востоке Европы Где разговаривала, где какие-то пруссы Языческая вера То есть они сюда пришли для того, чтобы огнем и мечом Покорить местных жителей и создать свое государство Со своей католической верой они приходят Они строят замки И у них костюм Но в 1525 году Орденское государство упраздняется Был такой керцог Альбург Бранденгурский У нас в Советске была маленькая площадь Вы знаете, стоит камень В честь основания Тильзита в 1552 году Потому что этот человек Альбург Бранденгурский Даровал права городу Тильзиту И он тогда первый из европейских государей Принял лютеранство Как основную религию своего государства Поэтому здесь В середине 16 века Начинают выстраивать кирхи Или перестраивать костюмы И поэтому в Лидве католические костюмы А у нас на этой территории Руинированные кирки в большинстве своем В состоянии руина не находятся В Советске был костюм В Советске был костюм И есть костюм сейчас, да И был костюм тогда тоже В Советске вообще был костюм на месте Напротив паруса Напротив паруса Сейчас парус действующий у нас есть Напротив паруса Там вот такой вот поворот Улица на Герцена идет Победа на Герцена на поворот Вот на этом повороте Если посмотреть старые фотографии У нашего трамвайчика Есть такие фотографии Есть там фотография костюма Литовского Он вот такой формы овальной Ни куполу, ни порку Не такой, как у литовских костюмов Он, конечно, островеркий Но он вот такую форму закругленную имеет Исакий Игоревич Рудман Наш проливед и историк Он предполагал, ссылаясь на документы Потому что когда в 1949 году тот костел горел Нашли там документы о том, что наша императрица русская Елизавета Петровна, когда семилетняя война была Эта земля 4 года принадлежала Российской империи Что она выделила 1283 таллера на строительство Костел в Сильзите И он предполагал, что это то время 4 года наши войска стояли Все были верующими Православными крестьянами И им нужно было проводить службу И Рудман говорит о том, что скорее всего Она была выстроена и форма у нее такая Византийская Как раз для наших Кольц, которые стояли недалеко В Равните базировались наши войска И скорее всего, что это было для наших сделано А потом уже оставлено как литовская кирка в Сильзите В 1949 году она сгорела Да, там Мы с вами подъезжаем История все время меняется По области, когда едем в окно смотрим Можно разные моменты вспоминать Мы с вами приближаемся к тому самому моменту Который нас сегодня собрал Населенный Десантный Дело в том, что здесь В ночь с 26 На 27 июля В 44 году Были десантированы 10 наших парашютистов Десантников-разведчиков Они должны были высадиться в другом месте Но вели обстрел по самолету Его засекли Ли-2 Самолет, с которого они десантировались Сейчас секундочку, я тут про них еще расскажу С левой стороны у нас с вами памятник, к которому мы не можем подойти Ну, потому что нет даже никакой вообще площадки Его в 75 году здесь поставили Вот он будет чуть впереди и между елочек Ступенечки Вот он Ступенечки Вот он Ступенечки На обратном пути Вот видите Аллея Это памятник Шпакову Николаю Шпакову Это помощник командира разведгруппы Джек Где он погиб неизвестно То есть это место гибели его нет Но еще до 75 года здесь стояла табличка деревянная в память о нем Поэтому на этом месте по проекту архитектора Довганя Он как раз в 70-х годах работал над созданием памятников разведчикам на территории Славского района Мы заедем, можно там на стоянку заехать, чтобы мы пришли в Расшелу? Ну, я могу на сторонку справа Здесь расстанутка справа, хорошо? Хорошо Где мы там направо встанем? А там остаток? Карман большой Есть? Оставить? Да, хорошо Я же специально сделаю Хорошо, хорошо Это была специальная диверсионно-разведывательная группа Джек 3-го отдела разведуправления 3-го Белорусского фронта Который как раз таки приближался к этой земле И им нужны были данные для того, чтобы успешнее выполнить здесь эту операцию По разгрому фашистов на этой территории Так, мы здесь возлагаем День в нас Набир frustrating Зависimos Т touch Набир Цвет Набир Продолжение следует... 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 Который указывает на то, что поселок находится на пересечении путей. Мы с вами на карту все смотрели, видели, сколько раз планировали маршруты всякие разные. И видим, что Большакова стоит от него. Вот какая подсказка у нас туда. От Большакова идет на Черняховск дорога, идет на Калининград дорога, идет на Советск дорога. То есть город стоит на пересечении. Так он и стоял. Здесь находился в Восточной Пруссии самый крупный вокзал железнодорожный. Но я вам скажу, что не для людей. Это был самый крупный железнодорожный вокзал для перевозки крупнорогатого скота. Если с историей сталкивались, то знаете, что здесь на территории Калининградской области была введена такая тракийницкая порода лошадей, которую эвакуировали перед приходом сюда фронта, перед приходом сюда советских войск. Как раз вот с этого железнодорожного вокзала Большакова мы с вами видим, что остались трамвайные пути. Вот это вот узкая колея, по которой ходили трамвайчики. Ходили они сюда из Тельзита, из Астербурга. Отсюда можно было до Мысовки современной до залива попасть. То есть такая была разветвленная сеть до 1944 года. В Советске ходили трамвайчики. Вот они и с правой стороны тоже трамвайные пути. Здесь Большакова при взятии этого населенного порода погибли 140 человек советских воинов. Память их была увековечена в 1958 году. Мы сейчас с вами к этому военно-мемориальному комплексу подойдем. Также возложим. Проведем возложение. Сразу же На стояночку сюда, может, там, вон, варисы поедем. Сюда провалим. Сюда провалим. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше движемся по нашему маршруту Следующая остановка у нас будет у места, где находился концентрационный лагерь Хохенбрух И там дальше будет памятник Павлу Андреевичу Крылату Капитану и командиру разведывательной диверсионной группы Джек Почему группу так называли Джек? Знаете? Взрослые, наверное, знают Нет? У каждого разведчика Я потом перечислю вам их Нашла документ Который прям вот со всеми Златыми рождениями, со всеми званиями И все, со всеми заслугами Оказывается Все мы знаем, что у каждого разведчика есть позывной свой Да? Конечно Вот И оказывается, группа разведывательно-диверсионная Носила имя своего командира Всегда У Павла Андреевича Крылатых Джек был позывной И даже несмотря на то, что через первые двое суток Он погиб при Все говорят Написанная информация такая есть Что он погиб при переправе через реку Парве Река называется так Сейчас она называется Луговая Что в ходе переправы, уходя от преследования Они подошли близко к как раз таки концентрационному лагерю Хохенбрух, которого не было на советских картах Они не знали, что там может быть дозор какой-то фашистский, немецкий Или что там вообще, что там что-то должно быть Они наткнулись Вот так в документах написано, что наткнулись на дозор, который обходил территорию этого лагеря И прямым попаданием в сердце Капитан Джек Взял на себя управление этой группой Шпаков Николай Позывной у него был Ёж Вот ему как раз таки вот этот памятник Помощнику командира Потом уже и командиру, который взял на себя командование управления То, что мы видели в Ёлочках, в Ёльнике, тогда дорожка Это памятник ему Я нашла прям радиограмму центру Они же выходили на связь с центром со штабом Но еще была такая особенность Немцы пилинговали все время радиовыходы в эфир И им приходилось в день совершать многокилометровые марши для того, чтобы с назначенной точки своей запутать, чтобы можно было пройти и выйти А потом опять уходить с того места, потому что постоянно шла свежка, постоянно шла оплава Несмотря на то, что было очень сложно Они справлялись со своими заданиями И вот из радиограммы центру от 15 августа 1944 года Вчера весь день была облава Группа маневрировала в лесу с 8 утра до 14.00 Облаву проводили регулярные части Двух батальонов гехоты Немцы прочесывали лес трижды Каратели шли не сплошными цепями И поэтому нам удалось незаметно просказывать сквозь цепи От собак спасли проливной дождь, мины и табак Представляете, в каких условиях они раскопали табак? В каких условиях они уходили в постоянное свеже на протяжении почти трех месяцев? И, благодаря на это, у них стояла задача раскрыть силы противника Узнать количество человек, количество танков По каким дорогам движется техника Сколько техники, какое количество И какая техника Потому что это немаловажно было У нас техника отличалась Поэтому за время своей работы Они достаточно большой объем информации Передавали центру И помогали нашим частям В том, что мы завершили с успехом Восточно-прусскую операцию Это большая заслуга разведчиков наших Они в конце августа уже передвигались В сторону юга современной Калининградской области И они взяли языка Который рассказал о том, что под Инстербургом Под современным Черняховском Находится большая база с военной техникой Этого не было тоже на наших картах Мы не знали, что там это находится И это помогло тоже Помогло вовзять Инстербурга И гумбины, на которой тоже Гусев современный находился с той стороны То есть такую огромную работу они проводили Эти вот ребята По сути, которым было очень мало человек Я нашла Прям посписочную Информацию Вообще разведгруппа Джек Такая легендарная группа Информация, которая была засекречена очень долгое время И можно было информацию находить только урывками Сколько человек выжило Я вспомнила с тем, что выжило два человека Мне сегодня сказали, что выжило три человека С разведгруппы Джек Менялись командиры В ноябре к ним присоединился командир Из другой разведгруппы Единственный оставшийся в живых Вот, единственный оставшийся в живых То есть много информации, очень много И она очень противоречивая Еще женщина, да, осталась в живых Аня Морозова Она была в составе Аня Морозова погибла Командир, который остался жив Командир один Это группа была В составе которой была Аня Морозова И группа практически вся погибла А он Смог уйти И присоединился Вышел вот на группу Джек Было в момент Во время действия группы Джек На этой территории Было два момента Когда они соединялись С еще С одними разведывательными группами Но Они действовали Не как объединенная уже группа А действовали как самостоятельная И Был Редевский Наполеон В составе разведгруппы Джек Он Описывал Все, что они делают И он писал, что они действовали В составе Ну как отдельное подразделение И идти Они какое-то время На юг области Современной нашей В направлении Польши Шли вместе Но Их было Восемь человек И в той группе было Порядка восьми человек Такой группой большой В этих лесах Было очень сложно передвигаться Поэтому они потом Опять разделились И уже вот в ноябре 12 ноября Командир новый присоединился У него был позывной Гладиатор Вот с ним они уже выходили Туда в Польшу В направлении Польши К нашим войскам Был официальный запрос Я нашла его Официальный запрос О разведгруппе Джек Кто действовал В составе разведгруппы Разведгруппа Джек Численностью в 11 человек Во второй половине 44-го года Выполняла задание Штаба 3-го Белорусского фронта В тылу немецко-фашистских войск На территории Восточной Парусии Ну мы это все знаем Что и высадка была Да, это все Уже говорили Но вот тут написано Что через несколько дней Из-за преследования противником Перешла на участок Лабиау Современной Полески То есть они получаются И дальше информация встречается О том, что уходили В направлении современного Бравдинска То есть это туда Вообще на юг И подальше от Тирзита Касательно состава Разведгруппу Джек Я уже говорила Что самый первый командир С позывным Джек Это был Павел Андреевич Крылаты Он родился в 18-м году Достаточно молодой человек Окончил пехотное училище Трижды направлялся В тыл противника То есть все молодые люди Которые были в составе Разведгруппы Джек Они уже действовали В других спецоперациях На территориях противника То есть там не было Случайных людей Которые вот просто Первый раз и попали Они уже достаточно успешно До этого Зарекомендовали себя В выполнении Определенных задач На территории противника Сам Павел Андреевич Крылатых Награжден орденами Отечественной войны Первой степени И орденом Красной звезды Шпаков Николай Алексеевич Помощник командира Он награжден за успешную работу Орденом Отечественной войны Второй степени Это мы с вами видели Был еще такой Мельников Иван Иванович Вы вот сто процентов Видели памятник ему Когда едете на Калининград Не доезжая до Толпак Вот такая просит камеру Перед лесом С правой стороны Титановый памятник Такой, да Высокий, металлический Светится на солнце Вот это как раз таки Второму помощнику Командира Разведкового джек-памятника То есть их всех увековечили Тоже памятник был В 70-х годах установлен там Потом он был, естественно Обновлялся Слава Богу Что-то не забывается Ничего Вот Была девушка Радистка По каким-то документам Она была и старшиной Старшая радистка Варышева Вардышева Зинаида Михайловна Она Направлялась в качестве радистки В тыл Из-за успешного выполнения задания Награждена Орденом Красной Звезды Была еще Морозова Анна Афанасьевна Она в 43-м году Медалью за отвагу награждена То есть не было в группе Вообще случайных людей А уже после войны Она осталась вжива Морозова Анна Афанасьевна Уже после войны За мужество и героизм Ей было присвоено Звание Герой Советского Союза Переводчиком был Наполеон Олетевский О котором я уже говорила В его воспоминаниях Те что остались после него Вот мы читаем о том Что происходило с группой Как они двигались И где они находились Зварика Разведчик Иосиф Иванович Он находился сначала В партизанском отряде А потом уже попал в разведгруппу Вот касательно его Есть информация о том Что он при приземлении группы Повредил ногу Повредил ногу И ему было сложно передвигаться В момент одной из заблав Было принято решение Разделиться группе И выйти на определенную точку Все вышли кроме него Когда вернулись На то место где он был Слышали перестрелку Когда вернулись на то место где он был Оказалось что мы увидели В светлых одеждах человека Подвешенного за ноги По уже так же По воспоминаниям По восстановлению Там момента Всех говорят что Он был Тяжело ранен Но жив Когда попал В плен Его добили Перебили позвонок На шейном отделе Хотели повесить за голову Ну то есть было Потому что с веревкой его нашли Веревка была обрезана Хотели повесить его за голову Но поняли что Он не провесит на голове Она оторвется И повесили за ноги То есть бери это Вот такая вот Разная судьба У разведчиков Например Этой группе Мы видим что она очень тяжелая Самый вот Павел Крылатых Который Впервые Дни Действия группы Погиб Тело его разведчики Оттащили от того места Но они смогли Собой унести Они прикрыли его Еловыми ветками Он все что нашли Но немцы нашли Тело Павел Крылатых Они сняли Разведчики сами сняли С него Пиджак В котором он был И одели Как раз таки На Геннадия Юшкевича Самого младшего В этой группе Одевали его Пиджак Со словами Что пуля Дважды В одну одежду Не попадает И он потом В воспоминаниях своих Говорит что Может быть это меня И спасло Он остался жив Живым Вот в этом пиджаке Павла Крылатых Тело Павла Крылатых Немцы Привезли в Тильзит В морг И дальше Неизвестно Что стало с ним То есть непонятно Похоронен ли он где-то Или в Тильзите Крематорий Работал на тот момент Или он был Кремирован То есть этой информации У нас нет И в архивах Нигде нет информации О том что Дальше произошло С телом Командира Иосифа И он увидел И он увидел Засек Они тоже слышали Потом по воспоминаниям Они слышали Когда он подходил К месту Где они находились Наши разведчики Они слышали Треснувшуюся Ветку Да Ветка треснула Но они не придали значения Потому что Было очень много живности В лесах И он привел туда Их зажали в треугольник Тогда Когда они уходили Зажатые В этот треугольник Им нужно было уходить В рассыпную И тогда Иосиф В сварике Вот в этот момент И погиб Не знают Где он похоронен Но По воспоминаниям Тех же немцев Которые вот эту облаву Устраивали Этого самого Егеря Ему дали задание Похоронить Говорят Что там была Они повесили Не просто Они повесили человека Они повесили еще табличку Что так будет С каждым из вас На Там висела табличка Вот И Историки говорят Что вряд ли Этот егерь Куда-то унес бы тело Хоронить далеко Скорее всего Он примерно Недалеко Примерно в том же самом месте И похоронил его Но где это Найти не могут Сейчас не могут сказать Где это место В составе группы Также действовали Разведчиков Чаров Иван Семенович Награжден орденом Красного знамени Он вышел Из тыла противника Он не в самом начале Был в группе Он вышел из тыла Противника И был зачислен В группу Джек Уже в 44-м году Целиков Иван Андреевич Тоже действовал В составе Разведгруппы Джек Награжден орденами Отечественной войны И красные звезды И красные звезды Кеннадий Юшкевич Самый молодой О котором я уже говорила вам Действовал в составе группы Подполковник милиции в отставке Живет в Белоруссии В Минске И слава богу И долгих летащего И прекрасного здравия Чтобы не просто долгих лета Чтобы вы прекрасно себя чувствовали Ежегодно приезжает Ежегодно приезжает Да Он был на открытии памятников Старается быть Все что связано С этой разведгруппой Ну очень много Даже вот Когда начинаешь сейчас Искать информацию Она очень противоречива Потому что Есть информация о том Что они были чекистами А на самом деле Когда начинаешь поднимать Всего два человека Были связаны с органами Из всей этой группы То есть другие Не были связаны С работой в таких органах Ну самая результативная Самая легендарная группа Которая действовала На этой территории Говоря о медалях О званиях Которые получали Заслуженно получали Люди воевавшие На этой земле И отстаивающие Территорию Советского Союза На нашу землю На нашу территорию Нельзя не вспомнить о том Что За взятие Кёнигсберга Если же говорить О территории этой земли Укрепленной фашистской За взятие Кёнигсберга Была учреждена медаль Это единственный город Не столица За взятие которого Медаль учреждена Учреждена медаль За взятие Будапешта Вены Праги Кёнигсберга При взятии Этой земли У нас есть Я не знаю Бывали Может быть Были на Пятом форте Да 15 человек За взятие форта Получили звание Героя Советского Союза 15 человек В один день Такого не было В истории Всей Великой Отечественной войны То есть Настолько Отважные И героические Подвиги Этих людей были После того Как Кёнигсберг Пал Капитулировал И сообщили Гитлеру О том Что Кёнигсберг Сдался Его же после этого Никто не видел Живым Гитлера После этого сообщения Он спустился В подвал Его живым Больше никто не видел Хотя до окончания Войны Было еще Достаточно далеко 9 мая Окончание Великой Отечественной войны И Только в сентябре 45-го года Закончилась Вторая мировая война А его в живых Уже никто не видел Того самого человека Который Приложил огромные усилия Для того Чтобы Все это Развернуть Все эти действия Восточной Пруссии На территории Калининградской Только области Нашей маленькой Было 53 Концентрационных Лагеря 53 Закрывали Лагерь И этот закрыли В том числе Этих людей Которые здесь Оставались Вели пешком К Балтийскому морю К Янтарному Современному Там не случайно Стоит памятник Который поставило Игрейское общество В виде рук Переплетающихся На которых цифры 6,5 тысяч человек Со стороны Озерска Современного Гусева Вот с той стороны С этой части Это были дети Это были женщины Это были военнопленные Это были уже люди С ослабленным здоровьем Три месяца Они также к январю Вышли только На берег Балтики Где останки Находятся Неизвестно Три тысячи Погибли в пути Кого-то расстреляли Кто-то просто Не смог дойти В историко-художественном музее У нас есть Экспозиция Которая посвящена Этому Там Находится Окошко Из концлагеря Где дети Содержались Маленькая Деревянная Колючей проволокой Обнесено И Останки Остатки обуви Вот эти вот Вот эти Которые в ладошки Не помещаются Следочек Вот этот вот Немцы Забирали детей Для опытов Они проводили на них опыты И они Официально брали кровь Для своих Солдат Которым нужно было Переливание Нужно было Как-то их там Восстанавливать Это очень Печальная страница История Нашей Такие моменты Вход в лагерь Находился вот здесь С этой стороны Находилось сразу же Административное здание Уже ничего не осталось От этого лагеря И следом шли Деревянные бараки В которых находились люди А А Я читаю Немцы Чехии А Деревянные бараки приедет завтра я ее не трогала просто я ее аккуратно взяла вот такие вот веточки нарвались я ее аккуратно взяла я ее аккуратно взяла я ее аккуратно взяла я ее аккуратно взяла Продолжение следует... Грусть уйдет из жизни ветераны И вздрогнет горестная Русь Не потому, что трудно будет без дедов продолжать житье А потому, что эти люди из рабства вынесли ее Сходим в дорогу Продолжение следует... Продолжение следует...